Всем привет! Это канал Евгения Саженцева, канал молодой мамы и теолога по образованию. Скоро это будет не актуально, мне скоро будет 30. Нужно будет придумать что-то новое. Как всегда я делюсь с вами впечатлениями о книгах, которые читаю или которые уже прочитала. Потому что самое любимое занятие в моей жизни это читать. Сегодня я хочу с вами поговорить о книге Бальзак Евгения Гранде. Собственно эта книга просто олицетворение страсти мамона. В православии так обозначают богатство, накопительство, страсть очень нехорошую. В этой книге страсть обогащения предстает в виде дядюшки, вернее уже даже дедушки. В общем такого вот старичка, который всю жизнь занимается накопительством. И при всем при этом очень жадный, противный человек, от которого страдает жена, дочь. И при всем при этом жизнь их очень скучна, очень бедна. Потому как он даже скрывает от своих самых близких и родных о том, что он обладает большими богатствами. И делает вид, будто бы он бедный и чуть ли не сводит концы с концами. Больше всего на свете он любит деньги. Он заходит в свой кабинет, закрывает дверь поздно ночью. И начинает пересчитывать свои богатства, буквально целует их. И все это делает под покровом ночи, как я уже сказала, в тайне от своих близких. Если я буду рассуждать об этой страсти с точки зрения православия, то я вам скажу, само по себе накопительство, и когда у человека много денег, не является приговором человеку. То есть раз у тебя много денег, значит уже тебе прямая дорога в ад. Нисколько. Просто это такой факт, который чуть-чуть, возможно, вам будет мешать. И в то же время вы можете его направить на добро. Например, если у вас большие накопления, вы можете с большим успехом благодетельствовать другим, отдавать какие-то, я не знаю, приюты, помогать бедным и так далее и тому подобное. То есть все, что есть в этом мире, не является злом по своему существу. Злом делает его человек своими делами. И с точки зрения этой книги, обращая внимание именно на эту личность, которую нам описал Бальзак, конечно же, здесь богатства обращены во зло. И нельзя сказать, что такой человек спасется. И вообще, как бы, что такое спасение? Это когда человеку уже здесь, на земле, в принципе, как бы хорошо, спокойно жить, и он радуется жизни. Нельзя сказать, что человек, который закрывается ночью и скрывает от всех свое богатство, что он счастлив. Это какое-то желчное счастье. Ведь ты не можешь его разделить с другими, ты не можешь порадоваться, искренне улыбнуться кому-то. Нет. Это очень несчастный человек. Хоть он и обладает большими богатствами. Советую вам почитать эту книгу, ведь не обязательно для того, чтобы изучать православие, читать светоотические труды. Очень много есть художественной литературы, которая не хуже ворисовывает нам наши страсти и пороки, которая учит нас хорошему. На плохом примере в данном случае. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Книга просто олицетворения страсти Мамона. В православии так называют баба. В православии так обозначают богатство. Подписывайтесь на канал или не подписывайтесь, как вам будет угодно. До новых встреч!